Всем привет! Сегодняшний ролик будет в большей степени для фанатов дрона SG906 и всех его разновидностей, так как в свет вышла новая модификация этого квадрокоптера, а именно SG906 Max, который имеет очень интересную фишку – поворотный лазерный датчик препятствий. Для тех, кто не знаком с серией квадрокоптеров SG906, быстренько введу вас курс дела, а потом продолжим. В 2019 году на рынке появилась модель SG906 Beast, то есть зверь, который получился очень годным дроном по соотношению цена-качество. Он очень быстро завоевал популярность и заслуженно получил много положительных отзывов. Через некоторое время вышла более усовершенствованная модель SG906 Pro, камера которого имела двухосевой подвес. Вскоре дрон обзавелся уже трехосевым подвесом и получил название SG906 Pro 2. И до появления героя нашего обзора, Pro 2 был флагманом линейки SG906. Теперь давайте вернемся к версии Max и подробнее рассмотрим ее основную фишку. Лазерный датчик препятствий идет отдельным модулем и может устанавливаться или сниматься в любой момент. Во время полета датчик постоянно поворачивается туда-сюда на угол в 120 градусов, просматривая местность впереди квадрокоптера. Если на пути обнаруживается препятствие, то пульт управления издает предупреждающий сигнал, а дрон не может двигаться вперед. Очень полезная доработка, как мне кажется, которая хорошо поможет вам при полетах и съемке в помещении или любой местности, где есть препятствия. Кроме этого, у SG906 Max есть и другие изменения, отличающие его от предыдущих версий. Пульт теперь гораздо удобнее и может вместить смартфон большого размера. Снизу пульта есть складные приспособления, с которыми его гораздо удобнее держать в руках. Экран стал больше и соответственно выводит больше информации. Кстати говоря, этот пульт точно такой же, как и у вышедшего немного ранее дрона SG907 Pro. Камера осталась неизменной. Видео пишется в формате 2К при 25 фпс, фото в формате 4К. Аккумулятор тоже не поменялся. Его емкость 3400 мАч при напряжении 7,6 вольта. Время полета квадрокоптера около 26 минут. Максимальная высота полета стандартные 120 метров. Дальность радиосвязи с пультом 1200 метров. Дальность видеосвязи до 800 метров при идеальных условиях, то есть желательно за городом, где не так зашумлен радиоэфир. Как всегда напомню, что для видеосвязи с дроном вам будет необходим телефон, поддерживающий Wi-Fi 5 ГГц, а именно стандарт, который вы сейчас видите на экране. Если вы не можете найти в настройках телефона информацию о его Wi-Fi модуле, это вам поможет сделать приложение Wi-Fi Analyzer, который вы можете скачать к себе на смартфон прямо сейчас и в нем все узнать. Как и предыдущие модели, дрон обладает таким же набором интеллектуальных режимов полета, типа следуй за мной, орбита, автовозврат вместо взлета и других. Вот в принципе и все, что хотелось сказать про SG906 Max. Думаю, что перечисленные в ролике новшества выгодно отличают новую модель от ее предшественников. При выборе не забудьте указать, что именно покупаете, так как в продаже имеются разные модели линейки SG906. Как всегда советую брать комплект с как минимум двумя аккумуляторами, лично мне одного всегда мало. Ссылки на данный квадрокоптер будут в описании под видео. Если вам понравился ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Правильного вам выбора и отличных полетов. Удачи!